АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Красноярске приглашают Краеведческий краевой музей, где с сентября начинается новый сезон лектория «Выставка знаний». Открывает лекторий цикл лекций по мифологии от Максима Василенко, сотрудника Красноярского художественного музея имени Сурикова. Расписание. Мифология в образе. Мифологические представления от первых людей до нашего времени. Истоки русской мифологии. Мифологические представления славян и контактирующих с ними народов. Источники, которыми пользуются ученые при изучении славянской мифологии. Влияние мифологии восточных славян на формирование русской мифологии. Появление сказок и былин. Образы русской мифологии. Фольклорно-бытовые образы и их связь с божествами древних славян. Род. Берегини. Лель-полелись песен. Божества из дней недели. Чудо-птицы. Чудо-кони на домах и колокольнях. Дискуссия. Современное мифологическое сознание русского народа. Первая встреча состоится 6 сентября в 18.30 в лекционном зале Краеведческого музея. Лекции будут проходить 2 раза в месяц. Вход свободный. Запись не требуется. В Тюмени с 5 по 9 сентября состоится ярмарка «Осенний сад и огород. Продукты пчеловодства». Это одна из самых посещаемых выставок в Тюмени. Она организована для широкого круга потребителей, так как большинство горожан, не говоря уже о сельских жителях, в настоящее время уделяют огромное внимание садоводству и огородничеству. Это выставка-ярмарка садового инвентаря, теплиц, самых разных товаров для садоводов и огородников, посадочного материала цветочных культур, семян, саженцев, а также продукции, выращенные на садовых участках, приусадебных хозяйствах и в сельскохозяйственных районах юга Тюменской области. Подробности смотрите на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи нашли в Березово первую югорскую берестяную грамоту. Как отмечает Департамент культуры Югры, раскопки в Березово дали ценнейший и уникальный для археологической науки материал. На раскопе на территории посада конца XVI-начала XVII веков было найдено более 2000 индивидуальных находок. Среди них имеются и артефакты, ставшие научным открытием. Так археологи обнаружили первую в Югре берестяную грамоту. Надпись на Бересте. До этого в Сибири берестяная грамота была найдена только в Мангазее. Ее наличие свидетельствует о грамотности простого населения, так как профессионалы, диаки и писари, писали на бумаге. Также об этом свидетельствуют находки грубо сделанной чернильницы из глины и заточенные гусиные перья. О грамотности жителей раскопанной усадьбы свидетельствует и находка деревянной обложки книги с кожаным переплетом и тисненным орнаментом. Очень редкая находка на археологических памятниках, говорится в сообщении. Лекала для перчатки – еще одна важнейшая находка. Считается, что в России перчатки появились поздно и принадлежали первоначально военным наемникам. Но эта находка свидетельствует, что уже в конце 16-го – начале 17-го века в Сибири перчатки не только носили, но и изготовляли. Также археологи нашли два кожаных чехла – обложки от футляра морского компаса. На одном чехле красивый тисненный рисунок из растительного орнамента с изображением хищной птицы – предмет, завезенный из Западной Европы. На втором – растительный орнамент. Подобные чехлы в России известны только из Мангазеи. Находка свидетельствует о том, что в городе Березове в 17-м веке были мореходы, ходившие северным морским путем. Важной находкой является налочь – кожаный чехол для лука с тисненным орнаментом хорошей сохранности. Судя по длине налуча, лук имел размеры в длину полтора метра. Это первый найденный средневековый налочь в Сибири, отмечает ведомство. На раскопе найдено более 40 деталей берестяных изделий с хантыйским орнаментом, что свидетельствует о постоянном проживании в городе представителей народа ханты. Обнаружено более 60 деревянных и костяных шахматных фигурок. Раскопки проводились на собственные средства НПО «Северная археология» под руководством ведущего научного сотрудника Сургутского государственного университета Георгия Визгалова. В раскопках участвовали более 60 волонтеров. В замке Выборга археологи обнаружили тайный дом. Участники археологической экспедиции, которая проходит на южном валу Выборгского замка, обнаружили тайный дом. В нем, по легенде, была устроена лестница, ведущая к берегу пролива. По мнению археологов, найденная средневековая постройка как раз скрывает ключ к легенде о подземном ходе между замковым островом и городом, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Одновременно с раскопками на месте тайного дома проводится исследование северного участка вала Выборгского замка. Уже обнаружено хорошо сохранившееся мощение из булыжника, датируемое XIX веком, основание каменной стенки бруствера и кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 15 и 16 сентября в Иркутске пройдет семинар Алексея Орлова. Тема семинара – первый день «Родовая нить. Как жить без страха». Второй день «Управление своей судьбой и общинное взаимодействие». Стоимость семинара при оплате сразу за два дня составляет 2000 рублей. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Перми в начале сентября планируется проведение межрегионального фестиваля народной хореографии «Кадриль» Урала. Фестиваль состоится в Пермском центральном парке развлечений имени Горького 7, 8 и 9 сентября. Народные танцы – это красиво, весело и очень интересно. Для проведения фестиваля очень нужны волонтеры. Телефон для справок смотрите в социальной сети ВКонтакте. Калушка области в родовом поселении Миленки с 16 по 19 августа прошел фестиваль экотехнологий. Как отметили участники и гости, итогом фестиваля стал выход на новый уровень. Ключевым событием фестиваля стали лекция и совместная беседа Глеба Тюрина, специалиста по экономическому развитию российских сел и деревень и главного редактора Народного славянского радио Алексея Орлова. Лекция Глеба Тюрина по отзывам многих слушателей открыла перед ними как будто другой мир, другой взгляд на возможности развития, в частности в поселениях. На лекцию Глеба собралась чуть ли не половина всех приехавших Миленки. А позже прошла еще одна встреча, причем на этот раз совместная сессия Глеба Тюрина и Алексея Орлова. Это было крайне необычно и интересно, взгляды Глеба и Алексея в чем-то разнятся, но по сути ведут к одному – к возрождению державы. Словом, есть реальное ощущение, что начинается некий новый этап. Глеб озвучил серию новых мероприятий, которые начнутся в сентябре. Подключайтесь! 6 сентября в 19.00 движение «ЭКО» организует вебинар на тему «Мусоросжигание и переработка. Создателем движения «Мусора больше нет»» и автором книги «Путь в чистую страну» Денисом Старком. Денис – один из первопроходцев и борцов за внедрение раздельного сбора отходов в России. В ходе вебинара он расскажет о своем 14-летнем опыте по продвижению раздельного сбора в российских городах и поделится секретами решения мусорного вопроса на национальном уровне. Авторы самых интересных трех вопросов получат подарок книгу Дениса Старка «Путь в чистую страну». Вопросы можно задать при регистрации. Один из главных вопросов, который участники исследуют вместе с ведущим в ходе вебинара, можно ли наладить взаимодействие людей в масштабах огромной страны и избавиться от свалок экологично. Мы ждем, когда государство решит, наконец, проблему мусора радикально и побыстрее. И, кажется, за нас уже все придумали. Но является ли решение государства оптимальным? Решение ли это? Есть ли способ сделать личный вклад в создание страны без мусора? Приглашаю вас обсудить эти вопросы в рамках вебинара. Говорит Денис Старк. Участники вебинара получат просветительские материалы по раздельному сбору отходов. Баннеры, наклейки для контейнеров, плакаты для подъездов. Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 3 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Пенсионная реформа. Глобальный обман». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 4 сентября, вторник. Пиявки для здоровья. Автор-сказитель Захар Вилинский. 5 сентября, среда. Долги. Как, откуда они появляются. Автор-сказитель Сергей Демин. 6 сентября, четверг. Природное земледелие. Однолетние растения. Автор-сказитель Виктор Максименков. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 8 сентября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Николай Михайлович Рубцов. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ